В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О реализованных проектах и планах работы на предстоящий год глава администрации встретился с журналистами. Особенное место для особенных детей. Школа-интернат номер 9 отметила 60-летний юбилей. Разгромная победа. ХК Саров Инвест на своем льду обыграл сокольских медведей. Далее расскажем обо всем подробно. Главные события уходящего года. Выборы президента страны и губернатора Нижегородской области. Люди года. Директор ядерного центра ВНЕФ Валентин Костюков и лыжница Анастасия Седова. Проект года. 10 песен атомных городов. Достижение года. Платформа «Умный Саров». Глава администрации города Алексей Голубев подвел итоги 2018 года и поделился с журналистами планы на 2019-й на традиционной итоговой пресс-конференции. Один из главных поводов для гордости в уходящем году – рождение сервиса «Умный Саров.РФ». Платформу запустили летом и за эти месяцы благодаря ее работе удалось решить множество проблем, которые на первый взгляд могут показаться мелкими, но на самом деле ощутимо осложняют жизнь горожана. Неубранные дороги, отсутствие освещения, загороженные проезды, брошенные автомобили. Сервис продолжает развиваться и в следующем году будут доступны новые функции. Но уже сегодня «Умный Саров.РФ» стал платформой, которую готовы взять за основу во многих муниципалитетах страны. Мы в городе Сарове придумали то, что многие серьезные игроки не смогли придумать. Мы это сделали достоянием всех. Мы вошли в партнерские отношения с компанией госкорпорации «Росатом». И вместе с госкорпорацией «Росатом», с компанией «АТЭК» мы сегодня развиваем этот продукт, демонстрируем на всех площадках федерального уровня и международного уровня. Впрочем, в выходящем году были поводы не только для радости. Огорчилась ситуация с парком Зернова. Детскую площадку там не сдали в срок, но обещают закончить строительство к 20 декабря. Пока не удалось решить вопрос и с созданием в городе рынка доступного жилья. Конечно, здесь есть над чем работать. Здесь мы пока не достигли тех, скажем так, целей, которые ставили перед собой. И у нас есть обязательства перед многодетными, у нас есть обязательства перед очередниками, и есть обязательства перед всеми горожанами, все-таки в городе Сарове, создать понятную перспективу для жилищного строительства с предсказуемыми ценами на жилье. Что касается многодетных семей, в начале 2019-го часть из них уже получат земельные участки подстроения. Еще один вопрос, который вызывает тревогу – обращение с твердыми коммунальными отходами. Сегодня в городе он не на самом высоком уровне. Мы, конечно, молодцы, мы красивые и умные, но если попасть на нашу свалку, то понимаешь, что что-то не так. Что-то в нашей жизни не до конца доделано, не до конца додумано. Если мы в срочном порядке не будем менять наши отношения к отходам, к работе с ними, мы скоро останемся без жизненного пространства. Ну и, конечно, самый острый вопрос – это возможная отмена в следующем году бесплатных школьных завтраков, групп продленного дня и ряда льгот. Эти изменения должны были быть отражены в бюджете 2019, но рассмотрение и утверждение проекта финансового документа Думой перенесли. По словам главы администрации, эта пауза нужна для того, чтобы найти оптимальное решение, как не создать социальную напряженность в городе, но при этом не попасть на штрафы от Минфина. Мы не можем многие вещи рубить на корню. Соответственно, вот ту паузу, которую мы все вместе взяли, вместе с городской думой, вместе с вами, вместе с теми, ну, департаментом образования и с остальными, значит, чтобы еще раз внимательно все посмотреть, оценить последствия наших шагов для себя, для городского бюджета, для города в целом, для населения. И в итоге, чтобы мы приняли взвешенное решение, с которым мы все согласны. Также Алексей Голубев рассказал о перспективах развития проекта «Большой Саров», его личном отношении к Олимпиаде в Корее и о том, кого он считает Человеком года в 2018. Подробнее об этом читайте на сайте sarov24.ru. 11 декабря 1994 года началась Первая Чеченская война. Она стала одной из самых масштабных в новейшей истории России и оставила тяжелый след в памяти ее участников и их родственников. На траурный митинг, посвященный началу боевых действий на Северном Кавказе, вновь собрались школьники, представители общественных организаций и военные нашего города. С начала боевых действий в Чечне прошло 24 года. В этой войне погибли наши соотечественники, отдавшие жизнь за мир и спокойствие в стране. К сожалению, многие ушли в вечность, но мы должны помнить о них всегда, пока мы живы. Вечная слава живым и мертвым и вечная память погибшим. У памятника воинам-интернационалистам собрались родные и близкие погибших, представители городской думы, администрации, школьники, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов, в Центре внешкольной работы. Каждый человек, каждый студент, каждый воспитанник военно-патриотических клубов, да вообще каждый гражданин России, должен помнить свое прошлое. Пока мы помним прошлое, мы смотрим в будущее. Участники митинга вспомнили каждого сравчанина, погибшего во время боевых действий на территории Чеченской Республики и почтили память павших воинов минутой молчания. В следующем году девятиклассники перед экзаменами будут проходить собеседование по русскому языку, успешное прохождение которого станет допуском КОГЭ. Минпросвещение совместно с Рособорнадзором утвердили новые порядки проведения государственной итоговой аттестации. Проводится подобное собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по системе «Зачет-незачет». Для участников, получивших незачет, либо пропустивших собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки сдачи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Новогодние подарки для детей в возрасте от одного года, не посещающих детские сады, можно получить с 20 по 28 декабря в молодежном центре или в клубе «Мечта». При себе иметь паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка. Время работы пунктов выдачи с 13 до 18 часов. На стадионе «Икар» открылся самый большой каток в Приволжском федеральном округе. Массовые катания в этом сезоне в выходные и праздничные дни проходят с 11 до 15 и с 16 до 20 часов. По средам и пятницам лед работает с 16 до 20 часов. В Чусовом завершился второй этап Кубка России по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в перс-юте классическим стилем. Среди мужчин победил уроженец Сарова Артем Мальцев. Переломы ребер и многочисленные гематомы. Вечер в ночном клубе закончился для молодых людей в приемном покое. В прошедшие выходные в увеселительных заведениях произошло сразу несколько драк. Не сумев на словах доказать оппонентам свою точку зрения, молодые люди решили выяснить, кто из них физически сильнее. В итоге одни на больничной койке, других ищет полиция. Чем еще запомнилось сотрудникам правопорядка прошедшие недели, расскажем далее. 12 ДТП случилось на дорогах нашего города на прошедшей неделе. И только в одном случае пострадал пешеход. Произошло это в ночь в субботу на воскресенье в районе дома номер 13 по улице Юности. Водитель такси не пропустил пешехода, пересекающего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение в виде закрытого перелома пятой пясной кости со смещением правой кисти и ушиб правой половины грудной клетки. По словам начальника Саровского ГИБДД, пешеход на дороге оказался не случайным. Мужчина убегал от сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Выбежал при этом на проезжую часть улицы Герцена, вот как раз напротив 13 дома по улице Юности, которая, и вылетел прямо под колеса машины такси. Нарушителя поймали и наказали. А что ждет водителя такси, покажет уже другое расследование, проводить которое будут сотрудники ГИБДД. И еще одно расследование ведется сотрудниками полиции по факту хищения товара из магазина. 12 декабря в 13.15 зарегистрировано заявление о том, что в магазине «Дружба» мужчина около 30 лет совершил хищение товара на сумму 2900 рублей. Как установили сотрудники полиции, мужчина украл две головки сыра. Правда, отведать его злоумышленнику уже не придется. Коррекционно-реабилитационная работа, социально-бытовая адаптация и оздоровление. На протяжении 60 лет руководство и педагоги школы-интерната номер 9 занимаются воспитанием и образованием ребят с особенностями развития. За эти годы в стенах школы-интерната номер 9 выросло более 700 детей. На торжественном вечере по случаю юбилей побывала наша съемочная группа. Уроки, занятия по выбору для старшеклассников, факультативы, коррекционные курсы, индивидуальное обучение на дому. Силами педагогов школы-интерната номер 9 любой обычный урок становится особенным. А главный результат комплексной коррекционно-педагогической работы – это достижение воспитанников и признание профессиональных заслуг на высоком уровне. Здесь работают те настоящие люди, которые дарят свое сердце, которые дарят свою душу и которые делают этот дом для тех детей, которые приходят сюда. У школы-интерната номер 9 богатая история. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива и профессиональной преемственности, выпускники школы поступают в колледжи и успешно осваивают различные специальности. На торжественном вечере слова благодарности звучали в адрес тех, кто отдал всю свою жизнь обучению и воспитанию особенных детей. Вы сполна выполнили миссию педагогов коррекционной школы. И спасибо вам за ваш такой нелегкий, но такой нужный труд. И этот труд можно приравнять к гражданскому подвигу. Не так давно на базе школы-интерната номер 9 создан ресурсный центр по обмену опытом в сфере инклюзивного образования. Важный шаг в создании в городе единой системы работы с детьми с особенностями здоровья – это включение школы в сетевой инновационный проект «Нижегородская школа. Территория здоровья. Новые границы возможностей для детей с ОВЗ». У нас очень дружный коллектив, у нас замечательные дети, у нас внимательные родители, у нас шефы, которые всегда помнят о нас. И в дальнейшем мы планируем продолжать учить детей, заниматься их здоровьем. В честь юбилея работников интерната наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города. Подвели итоги творческого сезона. В Центре культуры «Досуговнеев» состоялся отчетный концерт вокального коллектива «Апрель». В репертуаре вокалистов песни отечественных композиторов разных лет. Для итогового выступления солисты подобрали шлягеры хиты советской эстрады. Подробности в следующем репортаже. Творческий коллектив «Апрель» существует в нашем городе уже более 30 лет. Солисты не раз становились лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. Для каждого из них песня – это неотъемлемая часть жизни. Этот праздник песни, праздник творчества, праздник красивых людей, которые уже просто не мыслят жить без песни, без сцены, без зрителей. Это их впечатляет, их заставляет жить полноценной жизнью. Евгения Коробко пришла в коллектив 7 лет назад, когда поняла, что ее жизнь без песни и сцены пуста. Под руководством Ирины Левченко вновь начала заниматься вокалом, а затем и выступать. Песни выбирают лирические и мелодичные. Ну, конечно, лирика. Ближе мне, больше советские песни, как-то более ложатся, как-то более дышаемые. В итоговом концерте впервые на большую сцену вышел воспитанник детской школы искусств номер 2 Денис Савельев. Он исполнил известную песню Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, которая в детском исполнении получила новую жизнь. «Только мы с конем по бою идем, только мы с конем по бою идем». Ярким дополнением к вокальным композициям стали танцевальные номера в исполнении хореографических коллективов «Аллегра» и «Гелла». 18-0. В рамках чемпионата области высшей лиги хоккейный клуб «Саров Инвест» в домашнем матче одержал победу над «Сокольскими медведями». Результативные атаки и сильная защита хозяев не оставили гостям ни малейшего шанса размочить счет. Подробности далее. Команда «Саров Инвест» пока находится на четвертой строчке турнирной таблицы. Встреча с аутсайдером турнира не сильно беспокоила спортсменов. Хоккеисты были уверены, что победа в этом матче будет за ними. Уже на первых минутах встречи команда «Саров Инвест» взяла инициативу в свои руки и распечатала ворота «Сокольских медведей». До конца периода наши спортсмены успели оформить еще шесть шайб. На перерыв команда ушли со счетом 7-0. У нас, не знаю, ребята вышли, растерялись как-то сначала. Я пытался их зарядить как бы на игру в раздевалке. По поводу первого периода не получилось. Во втором периоде «Саровчане» отправили в ворота противника еще семь шайб. А в третьем окончательно закрепили свои преимущества и закончили игру с разгромным счетом 18-0. Игра прошла в целом неплохо. Ну, концовка третьего периода уже там шалтай-балтай начался. Там, понимаете, сами счеты уже такой. Вот, а так все неплохо. Помогли вратарям. Они нам помогли. Сыграли на ноль. Вот, всех с победой. Поддержать любимую команду приходят болельщики разного возраста. Некоторые горожане следят за играми наших спортсменов не первый сезон. И кто-то даже успевает давать с трибун хоккеистам дельные советы. Во-первых, они очень хорошо играют. То, что при уголе в обмене они ведут по воротам. То есть, техника игры интересна. Ну, разные соперники, конечно. Нормальные комбинации. Правда, даже и в пустые ворота иногда не забывают. Ну, играют в силу своих возможностей. Следующую игру команда «Саровинвест» проведет на выезде 22 декабря. Спортсмены скрестят клюшки с хоккеистами из Градца. Начало встречи в 13.00. Следить за игрой можно будет в онлайн-режиме в официальной группе хоккейного клуба «Саровинвест» ВКонтакте. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.